ИННА ЛИЛЛАХИ ВАИННА ИЛАЙХИ РАДИЮУН Ахмад Магомедов от лица Муфтиата Дагестана обратился ко всем мусульманам республики. Мощный взрыв в автосервисе, а затем и на АЗС на трассе, ведущей из Бахачкалы в сторону моря, привели к трагедии национального масштаба. Погибли как минимум 35 человек, более 100 пострадали. Самое драматичное во всей этой истории, что погибли люди, которые не раздумывая ни секунды, спешили на помощь к тем, кто попал в беду. Это Магомед, отец троих детей. Увидев пожар, бросился к бензоколонке, чтобы помочь эвакуировать людей. Но уже через минуту произошел второй взрыв. Мощной волной его откинуло на 300 метров от эпицентра. Родственники с трудом его опознали из-за сильных повреждений. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Пламя перекинулось на стоящие рядом машины, а на месте взрыва образовалась огромная воронка. Вот еще одна история. Мужчина оставил ребенка одного в машине и бросился помогать пострадавшим. Но произошел взрыв. Вот сама заправку все разнесло. Этот герой погиб. Он навещал маму в день взрыва, когда уехал снова вернуться, чтобы еще раз маму свою обнять. Как будто чувствовал, что последний раз ее видит. С ребенком все хорошо. Сообщают подробности местные паблики. После детонации селитры огонь перекинулся на АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. Курбана с женой и годовалым ребенком искали всю ночь. К сожалению, семья погибла в момент взрыва. Они все вместе были в машине недалеко от заправки. На этих кадрах до взрыва стояла палатка с курами гриль, в которой находилась семья из четырех человек. Они умерли одни из первых. Показывать кадры с обгоревшими телами мы не будем. Дагестанцы в соцсетях просто просят помолиться за тех, кого больше нет. В больницах оказались водители и пассажиры, проезжавших мимо машины. Во многих были родители с детьми. Эта девочка попала в больницу без родителей. За ребенком уже пришла тетя. Такой случай не единичный. Жители Махачкалы продолжают разыскивать родных и близких. На месте ЧП работало 28 бригад скорой медицинской помощи, в том числе бригады территориального центра медицинных катастроф. Новолагская больница – ближайшее медучреждение к месту взрыва. Не всем пострадавшим хватило места. Самолет МЧС России прибыл в Махачкалу для эвакуации раненых на пожаре. Жители Дагестана сплотились против общей беды. В республиканской станции переливания крови всю ночь были люди. Более 600 доноров сдали кровь для пострадавших в результате трагедии на АЗС. В первую очередь хочу выразить благодарность нашим донорам, которые, несмотря на поздное время, в первый же час после трагедии более 200 человек пришли на республиканскую станцию переливания. Хотя у нас было необходимое количество запаса крови и плазмы. Мы отпустили по всем больницам все, что необходимо, но восполнить запасы мы до сих пор принимаем доноров. Более 40 строений, включая жилые дома, повреждены взрывом в Махачкале. Женщина с младенцем, чей дом находился буквально вплотную к автосервису, повезло лишь чудом. Прогремел взрыв, все выбило, я его накрыла, сразу схватила и начала выбегать. Честно говоря, очень растерялась, я начала выбегать, было темно, я сразу стала спускаться по секунде, по стеклу. МЧС продолжает разбирать завалы из обломков и искореженных автомобилей. До сих пор на месте трагедии находятся останки тел жертв, часть из которых не опознаны. Жадность и алчность стали причинами трагедии, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. По его мнению, ответственные за взрыв на АЗС нарушили основные правила безопасности, чтобы извлечь выгоду. Во главе угла стоит жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности, для того, чтобы извлечь небольшую выгоду. После взрыва на АЗС Махачкале объявлен в розыск 34-летний Ильдар Насрулаев. Сообщается, что он устроил незаконный склад и хранил 100 тонн селитры в автосервисе. Состояние владельца автосервиса, который сдал часть помещения в аренду Насрулаеву, оценивается как тяжелое. Редакция ЛНТВ24 соболезнует семьям погибших и пострадавших.